...самых решетках, и там я вижу, что Фидель играет в теннис. Я, значит, забросила своего этого фотофорта. Он говорит, что ты делаешь? Нас сейчас заведут в участок. Никакой не в участок. Я перебралась через эти самые, буквально, заграждения, такие валы. Приникла к этим самым отверстию и стала кричать, Фидель, Фидель! И поискалки. Ты сперёшь? Веноки, Фидель! Он повернулся и сказал человеку, с которым играл в теннис, что что-то там меня зовут. Человек сказал нет-нет-нет. Но Фидель есть Фидель. Тем более и тогда, молодой Фидель совсем. Фидель положил ракетку на стол и уверенным революционным шагом направился к этому самому. Тут я сказала этому слову, Олег, поднимайся в конце. Я сказал, ты видишь, никто не заберёт ни в какую тюрьму, так что ты поднимаешь. Он поднялся, он сделал несколько фотографий. Мы с ним поговорили, с Фиделем. И он мне сказал, что если я хочу с ним встретиться ещё раз, то завтра днём, пожалуйста, он меня будет сдать у входа в этот самый Елагинский дворец. И на следующий день я ещё имела с ним долгую беседу. Потом прошли годы. И уже в 90-м году у меня была поездка на Кубу одна. И тогда я ещё раз встретилась с Фиделем, уже совершенно другим. И удивительно, в толпе людей это был такой симпозиум или конференция работников искусства. И я была командирована туда. И это был прекрасный месяц. И вот Фидель Касру меня выделил в этой толпе и сказал, а мне почему-то кажется, что мы знакомы. Вот я говорю, почему? Там все на ты его. Я говорю, почему тебе кажется, Фидель, что мы знакомы? Не может быть, чтобы ты меня узнал. Мы видели только два дня, и это было очень давно. Он сказал, я по глазам чувствую что-то давнее, что-то такое, что он сказал, что ушло из жизни Советского Союза. Это было совершенно верно. И вот и нас показали в новостях вдвоём беседующими с Фиделем. Кроме того, в Ленинграде, когда вот я говорю, вот этот мальчик, которому делали операцию после полиэмилиты и так далее, я в частности нашла, он очень, он тосковал по кубинцам. Ему хотелось встретиться с кубинцем. Без кубинцев к нему жизни не было. И так он меня ненавидел за то, что я его оставила в Ленинграде, а он мог тем временем участвовать в поступах революции. И вот я нашла делегацию кубинских врачей, которые проходили стажировку военно-медицинской академии. Стажировка два года длилась. И я их привела к этому самому Кархейнеу. И они стали приходить. Мы подружились, мои подруги. Эти врачи, они были очень симпатичные люди, очень симпатичные и так далее. И вот они встречали Новый год как-то. И я вместе с ним встречала Новый год в этой компании. И в этой компании оказался также Че Гевара. Че Гевара, который был в Ленинграде коротко, всего несколько дней. И он захотел встречать Новый год не в казенном обществе партийных каких-то работников русских, а вот со своими кубинскими товарищами. Тем более, что один из них, вот в то время, когда они были в горах Сьерра-Маэстро, он был его врачом. Его звали Роланду. Потом он женился на одной моей подруге, это Роланду. И вот весь вечер я провела в беседах с этим очень интересным человеком. Это был Че Гевара. Вот все. А какого года это было? Это, я думаю, что это был 63-й, 64-й, может быть, год. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, да, да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Маргарита Викторовна, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Ата Махитаряном? С кем? С супругом. Я, наверное, не слышу. С Артёмом Махитаряном. С кем? АПЛОДИСМЕНТЫ С Артёмом? АПЛОДИСМЕНТЫ С кем? Со своим мужем, как я познакомилась? А, я вам расскажу. Это еще более необыкновенное. Я с ним познакомилась, и что тогда, когда я здесь не жила. Я приехала в гости к тёте. Приехала в гости к тёте. Вот это вот тот случай, когда я познакомилась с самой Канановой, когда у меня появились здесь такие товарищи, знакомые, подруги. И вот я, естественно, позавтракав, я захотела выйти в город. Я вышла. Там два шага до улицы Теряна. Я пошла одна, естественно, по улице. А напротив шел какой-то парень со своим товарищем. Увидев меня, он остановился. И, видите, я не преувеличиваю. Постоял минутку, и потом перешел дорогу и сказал, простите, пожалуйста, вы не здешняя. Это такой казенный армянский вопрос был такой в Ереване. Я сказала, да, не здешняя, вы это поняли, до свидания. Он сказал, нет, я хотела бы с вами поговорить. Может, вам чего-нибудь помочь, выйдет. Я говорю, мне нечего, пожалуйста, мне вот хочу позвонить по телефону. Соедините меня. Я не знаю, у вас другой устройств у телефона автомата. Соедините меня, пожалуйста. Он меня соединил, я поговорила, и я сказала ему, до свидания. На этом наша первая встреча закончилась. Вот так я познакомилась с Артемом. Вот так я с ним познакомилась. И после этого, естественно, что когда он меня видел, почему-то он очень часто оказывался неподалеку. Но это центральная улица, ничего не поделаешь. И мы уже начали здороваться постепенно. Постепенно. Про любовь не больше. Но больше рассказывать, больше сюжет, по-моему, не стоит. Боя Суренович, вы что-то хотите спросить или сказать? Я спросить не хочу, потому что я очень многое знаю. Но я хочу пару слов сказать. Можно? Конечно. Значит, то, что Маргарита Викторовна сказала о встрече с Артемом, это я не был свидетелем, но действительно, когда она, это были, ну, 60-е годы, я был тогда совершенно мальчиком юным, когда она проходила по улице, за ней ходили парни. Я в том числе. Я знал трех таких прекрасных женщин в Ереване. Маргарита Викторовна, Метакси Симонян и танцовщица. Вот я забыл. Она потом уехала в Америку. Да? Аида? Прекрасные женщины, которые мне очень нравились. Маргарита Викторовна была, ну, неспроста спели Королеву Красоты. Она действительно была и есть Королевой. Сегодня она еще раз, в тысячный раз доказала, что она не только Королева Красоты. Она Королева Женственности. Она Королева Интеллекта. Она Королева Ума. Она Королева Грации. Она Королева Дружбы. Так как она умеет дружить. Редко встретить такого человека. Маргарита Викторовна, вы так рассказали всю первую часть вашей жизни. Я сидел и думал, естественно, здесь, я уверен, много актрис в зале. Но так хотелось бы, чтобы наши актрисы и тем более педагоги по слову послушали вас. И вот так сумели бы рассказать о своей жизни или о жизни тех образов, которые они играют. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Милый друг. Спасибо, верный друг. Спасибо, прекрасный человек. Спасибо, прекрасная женщина. И я это говорю не только от своего имени. Вы перечислили тех режиссеров, Александра Григорияна, Казанчана, старшего, молодого, меня, Еранжакяна. Казаряна. Казаряна Рачика. И очень многих. Но я думаю, я уверен, что не только я так думаю. Я уверен, что вы все так же так думаете. Спасибо вам от имени всех нас. От армянского театра, которому вы служили и служите. Прекрасные актеры. Вы знаете, которые входят в жизнь, запоминаются. И потом, это действительно биография. Биография, биография актерская тоже. Так это все вспоминается, например, Араик. Вот он говорит о красоте. Но в Ереване были очень красивые люди. И один из красивейших людей, которые были в Ереване, это был Араик Еранжакян. И, вы знаете, да, Араик Еранжакян, который сегодня здесь, и я счастлива, что он со своей женой, чудесной маечкой, сегодня здесь. И я, часто говоря, я невольно смотрела на него, и я думала о том, что вот он так внимательно смотрит, может быть, он критичен, может быть, нет. Но для меня всегда, вы знаете, он разносторонне одаренный человек. Он и музыкант. Он и вот тогда, когда начинал Араик, вот это понятие шоу, понятие какой-то, ведь он же основал сначала какой-то мужской клуб, там еще какие-то. И, например, камерный театр. Боже мой, ведь эти консерваторы, они гнобили этот камерный театр, еще как. Я не хочу назвать имя одной очень маститой профессорши, известной и так далее, которая говорила о том, что вообще это не театр, что это недопустимо и так далее. Но это так, но это сохранилось, это осталось, это переживает, может быть, разные вещи, ответвления, но это есть. Извините, Мартын Вартазарян – очаровательная личность, нежная, чудесная. И эти спектакли Мартына Вартазаряна в русском театре вместе с Александром Григоряном. Театр изменился, изменился, но я думаю, что те люди, которые в начале 70-х годов, в конце 60-х видели спектакль «Колыбельное», это было просто удивительно. Это было действительно новое слово и в том же Ленинграде, это был спектакль Александра Григоряна, в котором огромную роль играла музыка нашего булика, который так и остался для многих буликов. Я люблю очень многих, и вот им более новые. Я восхищалась, я восхищалась теми спектаклями, которые ставил Рачин Кичич Капланян по пьесам нашего дорогого Перча Зайфунтьяна. Это было, это все-таки страницы нашего театра, страницы нашего театра, замечательные страницы. Я помню таких, вы знаете, к сожалению, вот мне и стало Вова Масаряна. Вы знаете, может быть, мы спорят, но Вова Масарян, мол, это не Хорен Абрамян. Извините, это разные фрукты, это разные цветы, и такого нету повторения, и такого нету повторения. И вот я прекрасно помню этот спектакль, где был он этим самым одним царем персидским, да, вот, и наш царь, которого играл Гуш, да, 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 это его же. И удивительно, очаровательная Лили, Лили, вот это вот то очарование, удивительно, очарование их семьи, очарование их потомства прекрасного дочерей. И та верная подруга, которую у Перча была всю жизнь, и которая, по-моему, благодаря этой красоте семьи, красоте жизни, она сохранила свою красоту, свою молодость, свою умоложалость. Это так. Наш дорогой, наш дорогой окоп, наш дорогой окоп, боже мой, какой он был мальчик, и такой, вы знаете, он всегда такой мягкий, такой мягкий, но, тем не менее, он всегда что-то выдумывал, он всегда был человеком с воображением, и всегда, и сейчас тоже, он всегда что-то придумывает. Он придумывает то, чтобы были фестивали, и даже тогда, когда нету денег, катастрофически нету денег, даже люди не знают, до какой степени нету денег, тем не менее, наш союз берет и организует фестиваль, и потом его проводят, и проводят хорошо. Вот так. И дай Бог, чтобы эти фестивали были бы, вы знаете, и женщины, и женщины. Но как? Вот Ваге говорит о красоте. Ты не прав, Ваге. Для меня, например, красавица... Я тоже познакомился. Я знаю, кого вы имеете в виду. Софи де Воян. Софи де Воян. Софи де Воян, которая... Да. Вы знаете, она для меня ассоциируется с Аргентиной, с Бразилией. Это чудесная подруга. Она не только красавица. Она, когда танцевала с Софи де Воян, огромный зал... Извините, что значит зал? У них концертно-спортивные тоже были залы по 100 тысяч зрителей. Они готовы были... Знаете, уже трудно было танцевать, потому что люди богатые метали на сцену не только цветы, но и кошельки. И какие кошельки! И наша дорогая красавица, она только так тихонечко, так ножкой откидывала этот кошелечек, чтобы было возможно пройти, и проходила. Вот такая была наша Софа. А дружбой ее можно было всегда дорожить. И сколько! Такие люди! Моя, как я говорю, моя дорогая, моя милая, моя нежно любимая Суна Меллоян. Удивительно! Талантливый человек, талантливый журналист. И сложно, с таким сложным характером иногда трудно дружить. И все-таки дружиться. Я ее... Вот дружба, знакомство наших девочек произошло тогда, когда они еще не ходили в школу. Можете представить такую дружбу? Трудно дружить, а тянется. И много. Я не могу... Я назвала бы всех. Я назвала бы Карена Микаэляна. Я назвала бы его чудесную жену Нору. Я назвала бы многих-многих людей. И совсем молодых. Нашего Влада. Вот сидят два Влада. Прекрасные работники театра. Один журналист, второй администратор. Человек оба с великолепными способностями. Театр наш Николай. Морета. Морета – человек, который не пасует ни перед кем. Она человек независимый и смелый. Обладатель безупречного вкуса в артан. Безупречного вкуса. Мастер полиграфии, мастер дизайна. Ну, что можно сказать? И многие. И еще я хочу сказать, конечно, отдельное слово. О женщине, которую многие здесь любят, и которая здесь не чужой человек. Это наша прелестная, женственная, нежная, скромная, глубокая и ни на кого не похожая Белла Ливоновна. АПЛОДИСМЕНТЫ Белла Ливоновна, которая любит искусство, которая многое любит в этой жизни. И, наверное, и свою семью замечательную, и которая становится все больше, расширяется, расширяется. Она ее все шире и шире. Она такая небольшая у нас, изящная, миниатюрная Беллочка. Но, тем не менее, сердце ее безграничное, не знает границ. И мы все будем рады, если вы будете нас любить долго и помогать людям, которые любят вас, любят искусство, любят театр и с большим, огромным уважением относятся к вашей семье. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я думаю, на этом точно я уложилась почти, что я не сама. Чуть-чуть... АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо, дорогие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...